Друзья, приветствую! Константин из Питера, можно сказать официальный поставщик образцов, протестировал в автомобиле своем вот такое интересное масло. Это современная минералка с десульфидом молибдена, ликви моли. Лихтлауф 1540 с допуском SL и А3Б4. И вот отработочка с пробегом 200 моточасов. Здесь коротенькое описание на баночке. Давайте посмотрим, как минералка отработает в данном двигателе. Это 3.5 V6 от Ниссана, знаменитый. Так, закладываю пару капель свежего. Свежее, видите, такого черного цвета масла из-за молибдена. Вот такая спектрограмма. Сейчас увеличу область, где обычно бывают эстеры. Ну, я думаю, что здесь их или нет, или они на каком-то минимальном уровне. Ну, 0,08 примерно, да, наверное, вот так, 0,08. Ну, такой уровень не влияет обычно на щелочное и кислотное. Так, далее я выбираю данное масло. Сейчас посмотрим, что намеряет прибор. Посмотрите, противоизносных присадок от души, как говорится, 124 процента. Данный уровень я выставляю как 100 процентов. Ну, масло, понятно, полнозольное. Здесь насыпано там, скажем, да, как я уже сказал, от души. Гликоль выставляем в нули. И посмотрите, что намерил прибор. Значит, кислотное 1,77 для полнозольника очень похожее. И 9,9 щелочное. Тоже здесь значения как бы очень близки к типичным для этого допуска. Поэтому я даже их трогать не стану. Оставлю на этом уровне. Сохраняю. И можно приступать к проверке отработки. Так, значит, смотрите, описание. Это у нас Infiniti EX35 2008 года. Двигатель, как я уже сказал, VQ 35 HR 311 сил. Общий пробег 234,5 тысячи. Пробег на масле 5370. 200 моточасов со средней скоростью 29,2 км в час. Средний расход 16,1 литра на 100 километров. Топливо используется Газпром Ай-95. Так, здесь немножко у меня тут подзадержалась. Надо было сильнее ускорить. Ну, ладно, извиняюсь. И посмотрите, уровень противоизносных присадок 42 процентов. Кстати, мотор начал потреблять противоизносные присадки, хотя это атмосферный мотор. После использования присадки от полимериума. Тоже какой-то молибден. До этого такой проблемы не было. И здесь, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, конечно, но после присадки мотор получил некоторые повреждения. Ну, микро, скажем так. И противоизносные присадки стало расходоваться больше. То есть она заполняя вот эти микро, эти царапины, там, задирчики может минимально, но тем не менее. По крайней мере, до этого, как я повторюсь, такого не было. Значит, гликоли 4,1%, кислотная 2,7% и щелочной 5,3%. Да, масло срабатывается, но еще запасик есть у него. Сейчас покажу вам сравнение вязкости. Так, это у нас свежие сверху. Тут сложно определить, отличить свежие от отработки. Вот снизу отработка. Давайте посмотрим, что произошло с вязкостью. Да, уже видно сейчас, что есть небольшое разжижение, но в принципе ничего такого криминального и сильно существенного нет. Я оценил это где-то в 29%, ну, примерно на треть разжижилось. Значит, в основном это, конечно, город, но есть, видите, и поездки такие, ну, смешанный, скажем, да, режим. Есть поездки, были поездки по трассе. Да, не забывайте, пожалуйста, отметить видео, подписаться, кто не подписался, нажимайте колокольчик, если вам это нужно. Так, и смотрите, какой прогноз получился. Значит, мощи нейтрализующие свойства практически 300, моточасов, шикарный результат. Это 8700 километров, нитрование 335 моточасов, 10000 и вязкость 550 моточасов. Да, на мой взгляд, неплохо отработало. Ну, конечно, значит, не знаю, как по стоимости, в принципе, не должна быть она дорогая. Вот, но вот результат интересный на лето, на моторы с пробегом, мне кажется, хороший вариант. Вот, ну, естественно, все упирается в стоимость. Вот, минералочка, считается, минералочка имеет лучшую смазывающую способность по сравнению с маслами, там, более высоких групп. Вот, ну, единственный, конечно, существенный минус у минералки, это температурные свойства, особенно, значит, низкотемпературные. То есть, банально, она на холоде быстрее застывает. Ну, и там еще какие-то есть исследования, видел я, по хуже минералка держит разжижение топливом, то есть, синтетические масла лучше переносит смешивание с топливом, пленка меньше страдает, чем на минеральном масле. Ну, прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, появляются новые базы. Вот, ну, правда, они имеют и свои плюсы и минусы, как и все. Тем не менее, вот такая минералочка современная, интересная. Благодарю Константина за предоставленные образцы и за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока!